Всем привет! Это у нас вторая серия, а сейчас мы поговорим о приеме. В данном случае с подачей или просто свободный мяч будем доигрывать. Итак, Кость, давай, с чего вообще необходимо начинать? Что касается приема, как и в будущем мы с тобой будем говорить о передаче, прежде всего нам нужно наш остов, наше тело максимально приблизить к точке падения мяча. То есть не думать о том, что... Не тянуться. Не думать о том, что... Тоже в детстве тренер мне очень видит такие правильные мысли. Вбил в голову то, что волейбол играет не руками, волейбол играет прежде всего ногами. Да, то есть именно задача максимально приблизить свое тело к точке падения мяча, насколько это возможно. Да, если мы говорим про простые мячи, то это... Выход под мяч? Да, то это максимально четкий выход под мяч, так, чтобы мячик у нас был между нашими ногами, между нашими плечами, никаких свалов вправо-влево мы себе допускать не можем. Ну и, естественно, по мере усложнения подачи, по мере увеличения скорости полета мяча в нас, мы уже сможем себе допускать небольшие, как бы, вот эти потери ногами лево-право. То есть просто не успеешь. Да, да, да. Таких идеальных условий, идеальные условия очень редко будут возникать. И, то есть, тогда уже все вот эти моменты будут дорабатываться за счет активной работы плечами, корпусом и так далее. То есть это то, чего мы стараемся избегать. Вот эта работа в стороне от тела. Давай еще разочек. Да, то есть когда у нас руки в стороне от тела, платформа не развернута, то есть мы ничего не сделали, по большому счету, для того, чтобы мяч направить туда, куда мы хотим направить. Корпус, ноги под мячом, стопы, плечи смотрят в сторону доводки. Давай еще разочек. Все. Когда у нас хорошо выстроен фундамент, когда у нас хорошо натянута платформа, когда мы соблюли вот этот момент, про который мы с тобой говорили на подаче, что еще мгновение после контакта с мячом мы с тобой проживаем вместе с мячом, когда мы его направляем с тобой плечами, тогда мы максимально повышаем вероятность того, что мяч будет доведен туда, куда нам это необходимо. Каким образом необходимо нам держать руки? Как вообще правильно? Ну что? Можешь показать? Начинается вся у нас вообще платформа с замка. Многие люди складывают замок таким образом, что у них получается не замок, а сустав. То есть мы прекрасно понимаем, что так выглядит сустав. И если это будет какой-то сильный удар, сильонаправленный удар, то что? Разомкнуть. Да. Вот наш этот так называемый замок будет потерян. Поэтому правильный и корректный замок это когда 4 пальца перпендикулярно друг на друга накладываются. Да, вот прям 4 на 4 накладываются. То есть сверху эта история зажимается большими пальцами. И теперь наша с тобой задача большие пальцы направить, во-первых прижать к этим 4, а во-вторых вывернуть их в пол. Направить максимально в пол. Получается, чтобы у тебя здесь была максимально большая площадка? Да. Благодаря этому наши с тобой локти выворачиваются и наша с тобой платформа принимает тот вид, который... Большую площадь начинает. Да, тот вид, который... Вот это ребра. Обеспечивает максимальную площадь нашей платформы. Ну и соответственно более благоприятные условия для ровного и понятного отскока мяча. Ну да. Не у всех людей, сразу же говорю, не у всех людей смыкаются локти. Приблизить локти друг к другу можно за счет того, что плечики, да, плечики немножко поднять к подбородку. То есть если мы видим здесь, как бы я не стремился свести локти, у меня остается зазор. Здесь этот зазор получается, да, получается ликвидировать. Такой вопрос все-таки, так вас именно учили? То есть я, допустим, всегда делал вот так. Так, я понял, о чем ты говоришь, но если я заворачиваю вниз, у меня замок, ну в принципе, не разомкнется, потому что я большими пальцами себя держу. То есть ничего страшного, это просто вариативность условно. Вариативность, но я все-таки вот через свой опыт понял, что такой замок делает безопасным, короче, мою платформу от того, что она 100% не разомкнется, какой бы сильный удар не был. Ну в принципе, наверное, да, если сесть под пушку в 120, в 130, наверное, вот мой все-таки будет, конечно. Есть риск этого. А так как ты из профессиональной, да, а так как ты все-таки из профессиональной сферы, у вас скорости побольше. Видимо, я не сталкивался, чтобы мне такой замок разрывало, все-таки мне проще. Как раз-таки благодаря поднятию плечей и благодаря напрягаемой плечи мы получаем здесь хорошее основание для нашей платформы. Как только мы с тобой не думаем о плечах, как только мы с тобой не напрягаем их, хилое основание, хилая платформа, да, и, ну, соответственно, не направленный отскок будет. Тогда главным в соприкосновении мяча и платформы становится мяч, а не платформа. Мы с тобой хотим, чтобы наша платформа была главная. Для того, чтобы она была главная, она должна быть жесткая. Тоже люблю приводить в пример. Ну вот здесь стул, конечно, у нас хороший, но бывают такие, скажем, такие раскладные стулья. Если я кину мяч в колонну, от колонны мяч отскочит туда, ну, собственно, если я прямо кину, в колонну все, да, жестко. Если я кину мяч в такой хиленький стульчик, что случится? Он отскочит, отскочит, но и стул упадет, и отскок будет вяленький. Так вот, мы в момент приема хотим, чтобы наши руки были условно колоннами, да, монолитными, жесткими, окей, колонна, а не окей, вот этот раскладной стул. Вот, поэтому поднятие плечей, напряжение плечей как раз таки обеспечивает нам жесткое основание, если на языке строителей говорить жесткое закрепление. Не шарнир здесь у нас должен быть легкий, да, а жесткое закрепление. Все-таки движение при приеме идет в основном рук или, например, ног, то есть ты как, ты выходишь под точку, и ты доводишь уже руками, или ты ногами доводишь, ты сможешь об этом рассказать, то есть что из этого важно? Давай, давай. И момент вот про то, что ты сейчас рассказывал, я правильно понимаю, детям в секциях, в начальных вот сюда дают палку пластиковую, они вот так ее берут, это как раз для того, чтобы открываться этот элемент? Да даже не палка пластиковая. Есть упражнение на стуле. Надо ноги, руки просто так поставить. Когда ты встаешь вот сюда вот, перед собой натягиваешь ручки, и как раз таки к разговору о вопросе, который только что говорил, чем мы доводим мяч. Если мы из этого положения будем начинать доводить мяч руками, тем будет мешать. Да, да, да. То есть этот ограничитель как раз таки нам будет мешать. Наша задача из этого положения выполнять подъем ногами и небольшое доводящее движение плечами. Ноги, плечи. Да. Если говорить про руки, то руки у нас совершают не вращательные движения вокруг вот этой точки, да, а поступательные. То есть условно буквально 10 сантиметров хода рук, все остальное делают ноги. Вот даже не рук, а плечи. Угол наклона нашей платформы мы с тобой установили вот здесь относительно стула, и он у нас остается неизменным. Добавляется небольшой вот этот ход нашей платформы, да, ноги плюс плечи. Бросс-наброс. То есть не вот эта история. То есть сейчас еще разочек сделаю руками. Видно то, что у меня угол платформы меняется, и в принципе я довожу без потери качества, да. Но это может привести к тому, что мяч перелетит через сетку, или мяч останется слишком надо мной. Как раз таки наоборот. Не полетит, не долетит до сетки. Правильное движение все-таки чуть-чуть плечиками добавить. Ой, приходи я. Чуть-чуть плечиками добавить. Плечи, спина. Да, и вот если увидеть в конце платформа примерно с тем же самым углом, с которым она у меня была в начале. Выше уровня горизонтали руки точно не поднимаются. То есть в принципе даже небольшим движением плечами мы можем довести до горизонтали, но точно не выше. Точно не выше. Так, Остя, а теперь давай поговорим о более сложных мячах, то есть за которыми тебе так или иначе придется тянуться, потому что ты не всегда будешь сидеть там, где это возможно. Отскок сбоку. Какой-то неожиданный. Ну вот с чего мы с тобой начинали, да, с простых мячей. Когда я вышел под мяч, когда я поставил ноги, когда я направил плечи, моя платформа направлена в ту точку, куда я довожу мяч. Да, это как бы не гарантирует, но повышает вероятность того, что... То есть всегда я должен смотреть в сторону тройки-двойки в зависимости от того, как у нас связующие. Да, в идеале это и стопы, и плечи, и платформа, да, ну то есть это идеальная картина, которая, дай бог, за игру там повторяется ну 2-3 раза. Какие-то там совсем простые мячи и так далее, да. Как только мяч оказывается чуть-чуть слева-справа от нас, мы не всегда сможем выйти под этот мяч и направить и стопы, и плечи сюда. Но наша с тобой платформа в любом случае должна быть направлена в ту точку, куда мы с тобой доводим мяч. Ну если говорить про волейбол, то там зона номер 3 может быть чуть-чуть смещённое направление зоны номер 2. Ну то есть между зонами, чтобы у связующего была возможность задействовать всех своих... Ну да, чтобы элементарно перед ним игрок третьей зоны в своей родной, в своей родной третьей зоне работал. Так вот, собственно, если эти мячи летят немножко левее от нас, то наша с тобой задача максимально всё равно переместить прежде всего ноги, да, ну, насколько это возможно. Но если он также оказывается ещё левее от нас, то перенести немножко вес тела на левую ногу и вывести левое плечо немножко выше, так что нормаль от моей платформы продолжает быть направленной в зону номер 3. То есть ни в коем случае не вот таким образом. Угол падения равен углу отражения. Да, да, да. То есть мы элементарно получим приём из площадки. Поэтому мячи слева. Наша задача чуть более длинное движение левым плечом совершить. Чтобы выкрутить его. Чтобы выкрутить мяч в необходимом нам направлении. И та же самая история с правой стороны. Если мяч справа, то правое плечо совершает более длинное движение и так же направляет мяч в центр поляны. Вся эта история работает вплоть до того, вплоть до мячей, которые висят на уровне плеча. То есть даже если мяч у меня висит на уровне плеча, и я совсем не успеваю за ним переместиться, то работая, есть классное упражнение. Встаём спиной к сетке. И вот эти мячи, которые летят сюда, давай-ка ты мне сейчас сюда понабрасываешь. Я скажу, когда. Моя задача, работая платформой вдоль сетки, да, то есть не назад. Строго вдоль. У стены надо стоять. Да, у стены, у стенки, неважно, что. А строго вдоль сетки сохранять направление платформы в твою сторону. И, собственно, выполнять эту доводку. Давай попробуем. Это я высоко, да? Да, ну даже высоко. То есть мы сейчас с тобой увидели то, что даже если мяч выше уровня плеча летит, всё равно правило сохранения, правило направления платформы в тебя, оно продолжает действовать. Давай ещё разочек. То есть движение прежде всего снизу вверх. Да, если я хочу направить мяч снизу вверх, то и мои руки должны двигаться снизу вверх. И во вторую очередь это разворот платформы. Ну, то есть в данном случае будет неправильно делать, пытаться делать шаг назад, чтобы ещё принять мяч. Ну, то есть если у меня есть возможность, я сижу, например, в седьмом метре, я понимаю, что идёт атака. Мне лучше попытаться его поймать здесь или ещё назад? Ну, всё зависит от типа мяча. Вот ты мне сейчас набрасывал, в принципе, если этот мяч летит... Понятно, если он прямо, если ты сделаешь шаг назад, он по траектории уже уйдёт. Да, да, да. То есть если это всё-таки такой подвешенный мяч, то если есть возможность лучше переместиться, мы с тобой начинали с того, что идеальные условия всё-таки это перемещение, это опора, это направление прямо. Когда мы работаем с тобой... Под мяч. Да, это когда мы работаем с тобой в одном направлении, вероятность ошибки снижается. То есть наша задача в любом действии с мячом снизить вероятность ошибки, потому что вообще игра волейболда, любая другая игра состоит из ошибок. Так или иначе, кто-то рано или поздно ошибётся, мячик упадёт, попадёт в сетку и так далее. Поэтому мы с тобой должны снижать вероятность ошибок. И если при полёте, при простом полёте мяча у нас есть возможность сделать всё максимально правильно, то мы должны делать всё максимально правильно. А если вот этот мяч летит сюда, я сейчас хочу, чтобы ты мне набросил его от груди. То есть от груди это такой резкий, сильный мяч. Либо это отскок, либо это атака мимо меня. Давай попробуем. То есть когда у меня нет... У меня 100% нет времени шагать под этот мяч. Я выполняю выбрасывание рук и направляю платформу туда, куда мне нужно. Так. Снизу вверх сначала. Вот так? Я, получается, вот так довёл, да? Да. То есть сократил себе путь. То есть тебе что нужно сделать? Тебе в первую очередь нужно мяч выбить вверх, во вторую очередь направить в меня. Поэтому в первую очередь ты двигаешь руками снизу вверх, а во вторую очередь разворачиваешь платформу. Пойдёт. Пониже. Ну, наверное, чуть-чуть вверх, да, я должен подбить? То есть, получается, я попытался себе его условно строго подбить. Надо всё-таки больше возможностей... Прежде всего вверх. То есть всегда прежде всего вверх. Там уже пасующий побежит, выйдет, как-то его допаснёт. Пойдёт. Ногами ещё немножко. Пружинистое движение ногами. Да. Хорошо. Здорово. И последний момент. Не бросай руки сразу после доводки. Я разрываю, да? Да, да, да. Вот это мгновение после. Получается, это доля секунды вот этого и нет контроля. Да, да, да. То есть вот довести, дожить, досуществовать вместе с мячом. Ну, вот я сейчас не обратил на это внимания, пока ты не сказал. И ты сказал, я такой думаю, а я дай. Я же так сделал, по сути, сразу. Постараться удержать концентрацию на своих руках до того момента, пока мяч не окажется у меня. Так, давай, чуть-чуть я подальше брошу. Хорошо. Хорошо. Не бросай руки. Пока я мяч не поймаю, прям последи за своими руками. Или хотя бы он не начнёт траекторию. Да, да, да. Хотя бы не начнёт уже сверху вниз падать. Да. Хорошо. Да, ещё разок. А есть какие-то возможности отработать это, может быть, самостоятельно, одному или в паре? Ну, если говорить про работу платформы, то, собственно, это вообще куча упражнений. Собственно, основные все волейбольные упражнения, они построены на пару. Да, один набрасывает, второй работает. Как иначе командный. Да, один набрасывает, второй работает. И если говорить вот про это движение платформы, которое мы уже показывали, как отрабатывать со стулом, да, то это всё дело можно отработать ещё, выключив полностью нашу нижнюю часть тела. Сев либо на одно колено, либо сев на два колена сразу же. Давай я сяду на тебя лицом. Моя задача держать платформу зафиксированную, ты мне мяч, ещё вставай поближе, прям максимально короткий наброс. Моя задача отрабатывать вот это доводящее движение плечами. Не сваливаться, не сваливаться во вращательное движение, давай, не ронять точку контакта с мячом, не изменять угол платформы относительно пола, а именно держать себя вот в этих рамках и параллельно с этим набивать, набивать ту точку, которой ты, собственно, будешь работать с мячом. Потому что эта точка должна быть постоянная, эта точка должна быть единственная, ну, максимально, максимально, в максимальном количестве случаев. Середина предплечья, да, середина вот этой нашей платформы, собственно, набивает, набивает, набивает. То есть вот, да, чувствовать этот мяч не ниже, положи, положи мяч ниже. То есть многие, многие стремятся отбить мяч этими местами, но здесь, да, здесь нет вот этой ровности, здесь бугры, здесь кости, здесь всякая история. Всё это повышает вероятность отскока в разные стороны. Поэтому через это простое упражнение фиксируем работу плечей и фиксируем ту точку, в которой мы будем этот мяч отрабатывать. Затем это упражнение можно немножко модернизировать. Изначально у нас ручки разведены, да, изначально у нас руки разведены. Набрасываешь, сведение, доводка, проводили. То есть для того, чтобы наработать момент именно... Момент смыкания рук, момент создания вот этого замка. Потому что у любителей, я вот у большинства могу сказать, проблема в том, что он либо бежит сразу с замком, если мяч сверху, он сразу бежит сверху. То есть эти элементы необходимо нарабатывать для того, чтобы ты мог сделать удобные для себя шаги, а после этого уже... Быть уверенным в том, что ты умеешь сводить руки. И еще слышал, что при приеме, ну, часто говорят, для того, чтобы ориентир был, то есть вот ты объяснил, да, по сути надо видеть свою платформу перед собой. То есть, ну, чтобы люди понимали, ты сейчас объяснил, да, то есть надо руки повыше там. Ну, условно, я же могу и вот здесь держать, и вот здесь, и вот здесь. То есть платформа должна быть чуть ниже уровня глаз, так я правильно понимаю? Ну, где примерно мне надо уровень держать, чтобы человек мог... Смотри, ориентиры какие есть классные. Если мы с тобой сядем в правильную низкую стойку для передачи мяча снизу, для приема мяча, в принципе, это не только для передачи мяча снизу, для приема мяча, это широкая, средне-низкая, так скажем, стойка. Да, средне-низкая стойка. Плечи у нас в этот момент висят над коленями, колени над носками. То есть если посмотреть на нас сбоку, то плечи не над ягодицами. Вперед. Да. Условно мы стоим на носках. Абсолютно стоим на носках, пятки лишь для небольшой такой фиксации. И как только говорят, как встал на пятки, то все уже. Окопался, окопался, да. Я тоже всегда говорю о том, что на поляне 6 человек, а квадратных метров 81. Как только ты встал на пятки, ты свой метр-полтора занял, а что с остальными 79, решайте как-то сами. Нет, это носки. Так вот, о чем мы с тобой начали говорить. О том, что все, мы сели в эту стоечку, плечики скинули вниз, у нас с тобой получилась линия бедра. Примерно параллельно линии этого бедра у нас с тобой и выстраивается платформа. Да, также, наверное, лучше сбоку снять. Примерно параллельно линии этого бедра у нас с тобой выстраивается платформа. То есть здесь у нас условно 90, и также плечи идут относительно груди 90. Стюглы по 90. И наше движение по доводке мяча. Движение, которое выполняется параллельно линии спины. Туда, вперед, вверх. Направлено вперед, вверх. Это как нормаль от моего бедра, так и нормаль от моей платформы. Это как раз таки линия вперед-вверх, которая примерно параллельно линии моей спины. Ты, по факту, получается, фактически руки к щекам прижимаешь. То есть многие же вот так делают, условно, вот сидят, а у тебя настолько близко, что ты фактически... Фактически щеками ложусь на свои плечи. Но это как раз таки сделано мною, сделано для того, чтобы максимально свести локти. В принципе, я говорю, если локти сводятся здесь, то ты и здесь можешь установить эти 45 градусов. Но мне для смыкания, для установки угла в 45 градусов, мне просто необходимо поднимать плечи наверх. Иначе я потеряю в целостности и качестве своей платформы, потеряю в качестве платформы, потеряю в качестве приема. Но когда мяч летит после подачи соперника на нас, что он стремится сделать? Упасть. Упасть. Так вот, наша задача, определив эту точку падения, все-таки максимально давать мячу упасть вниз, если мы говорим про прием снизу. Да, максимально давать мячу упасть вниз, давая себе во время полета мяча время на перемещение под этот мяч. То есть многие... Ну, чтобы не вверху его принимать. Вот именно, да. То есть прием снизу, так давай принимать снизу. Если немножко так тоже смоделировать принимающего, ну, вообще вот эту историю, люблю такими моделями постоянно оперировать. Мы как принимающие, это такая вертикальная плоскость. Пол, это горизонтальная плоскость. Так вот, наша задача, чтобы мяч... Отскочил в нужную нам территорию. Чтобы мяч пересек вертикальную плоскость максимально близко к горизонтальной плоскости. А, ну, то есть максимально близко к полу. Да, да, то есть как бы вот это окошко вертикальной плоскости, в которой, ну, в котором он будет пересекать нас, в котором мяч будет пересекать нас, было максимально близко к полу. Если мы говорим... Чем ниже мы его здесь принимаем, тем выше качество и удобство. Тем больше времени у нас, начнем с того, что тем больше времени у нас на анализ полета мяча, да, и подстройку. То есть, по факту, вообще все должно приниматься либо строго ниже плеч, либо уже только сверху. Сверху, да, либо только сверху. Ну, в принципе, тоже мастер-класс Алексея Вербова есть от «Зенита». Он, тот же самый планер, прям учит принимать сбоку от себя. Тем самым он говорит о том, что... Лощадь увеличивается, потому что меняет в сторону. Да, вот это боковое вращение. Но, честно, сколько не пытался я это делать, я все-таки не Алексей Вербург. Я это как-то освоить и перенять на себя в полной мере не смог. Подстроиться, выйти. Да, абсолютно. Тут как раз-таки вот мы сейчас так плавненько перекидываем мостик к приему подачи сверху. Как, что лучше, какие вообще действия нужно совершать? Если говорить про прием нижний, то это, как правило, прием силовой подачи. Да, то есть это силовая подача, у которой понятна траектория, которая летит, не виляет, которая либо вращается сверху вниз, ну или максимум вращается немножко сбоку. Да, тут как раз-таки прекрасная таблетка к этому всему, четко подставленная платформа, жесткие плечи и разворот нашей платформы в точку приема. Любое гашение, любая сила, об это все рушится. Те же самые пушки, которые тренируют профессиональных спортсменов, которые отрабатывают у них этот навык, закрепляют, закрепляют, закрепляют. То есть, по сути, силовая подача, она страшна только тем, что она может быть очень-очень сильная. Что ты как бы не успеешь условно свести руки. Сложность же планера, особенно на нашем уровне полупрофессиональном, уровне любительском, в том, что виляющие не умеют правильно подстраиваться под такие мячи. Мы с тобой с чего начинали? С того, что сразу хотим руками все дело сделать, да? Прежде всего, под этот виляющий мяч также нужно жестко ногами выйти. Независимо от того, будешь ты принимать снизу или будешь ты принимать сверху. Жесткий низ, хороший, четкий, надежный фундамент. Есть основания для всего. Да? Далее. Для себя надо понять, будешь принимать его снизу или сверху. Заранее. То есть, на стадии подготовки, подачи. Если ты знаешь, что игрок всегда подает планер, ты либо должен делать шаг вперед, либо все-таки ждать, что тебе придется принимать его снизу. Многие команды, во многих командах на игроке либера лежит эта роль. Оценка подачи. Сила, шаг назад. Планер, шаг вперед. То есть, либо на моменте подготовки к подаче, либо на моменте подброса идет голосовая команда. Сила. Сделали все сразу шаг назад. Планер. Все сделали шаг вперед. Второй момент. Правильно ты говоришь. Нужно принять решение. Для себя. Если ты где-то посередине. Да. Если ты в момент приема будешь думать о том, что с ним делать, а-а. Ну, мы не можем говорить а-а категорически никогда, но это точно снизит твои шансы. Да. А мы сегодня весь день с тобой говорим о том, чтобы повысить свои шансы. Угу. Повысить свои шансы. Так вот. Планирующую подачу для меня, да и для многих полупрофессионалов, любителей, да и в принципе профессионалов, куда проще принимать сверху. Почему? Потому что если мы с тобой только что говорили про прием снизу, мы даем мячу упасть, мы следим за ним, мы подстраиваемся, мы как бы подушку эту под ним выстраиваем, то при приеме мяча сверху история совсем другая. Мы следим за полетом мяча и выцепив его в какой-то конкретный понятный момент, совершаем вследное движение по направлению к мячу. То есть не даем ему из этого мгновения еще какой-то вираж сделать и совершаем резкое встречное движение нашей корзинкой, да. Так же, как и при передаче мяча сверху на нападающий удар там или какой-то такой фрибол, в основе у нас лежит наш треугольник. Да, наш треугольник из больших указательных пальцев. Но если про передачу мяча на нападающий удар, если когда мы говорим про передачу мяча на нападающий удар, мы говорим о том, что это мягкие кисти, это там такая достаточно мягкая направленная передача, то здесь наша конструкция должна быть максимально жесткая. То есть это и пальцы не выбило, и не прогнуло их. И не проскользнул, не дай бог, да. Да, мы знаем, что многие мячи таким достаточно глянцевым покрытием обладают, особенно если они новые. И есть... Пот на игре. Да, да, да. Плюс пот, плюс какой-то хитрый подающий, который перед планером свои руки вот так вот смазал и посмотрел на тебя еще и говорит, ну давай сейчас посмотрим, как ты будешь пленять. Поэтому это 100% максимально жесткие пальцы, но ни в коем случае не торчащий пальц туда, вперед. Это все равно продолжает оставаться корзинка, в которую мяч у нас опускается. Он должен, получается, провалиться. Да. Ты его принимаешь и... В основе два, ну вот эти четыре или вот эти наши шесть пальцев лежат в основе, да, вот это, так скажем, такие. Каркас жесткости, на который у нас с тобой совершается прием. Так вот, собственно, с чего мы с тобой начали-то, да? Летит этот мячик на нас, виляет. Мы в этот момент также начинаем с работы ног. Мы с тобой должны совершить полшага, шаг. Насколько у нас времени с тобой хватит, столько мы должны перемещений совершить и в конце постараться перемещение закончить. Получить вот этот жесткий фундамент, да? И с него принимаем... Закончить таким образом, чтобы мячик оказался у нас над лбом. Если мы будем с тобой мяч принимать сверху, где-то слева, справа, ниже или выше, то вся нагрузка от нашей подачи пойдет только на пальцы. Пальцы, ну, сравни меня и сравни мои пальцы, да? Все-таки, что сильнее? Поэтому, переместив тело таким образом, чтобы мячик летел мне в направлении лба, я под своими пальцами получаю классное усиление в виде рук, в виде плечей, которые упираются в мою подготовленную и сформированную стойку, про которую мы только что с тобой сказали, да? Это перемещение, которое заканчивается всегда остановкой. Так, ну, я условно тебя накидываю, просто вверх. То есть, прием не на согнутых локтях. Наша задача все-таки, чтобы в момент приема наши локти либо стремились выпрямляться, либо уже были прямыми. Еще. Вот это ниже, да? Даже если мяч летит ниже, и я не успеваю переместиться, оказаться под ним, тогда я стремлюсь подсесть, чтобы все-таки вот это основание в виде пальца, локти, плечи, тела постаралось сохраниться. Еще раз. Широко немножко развожу руки, он проскальзывает. Во. А теперь давай вот такой же резкий бросок, но я попробую не на прямых локтях его принять, а где-то здесь около себя. Посмотрим, что из этого получится. Не могу так. Понятно, если он будет очень сильный, то тебе будет совсем... Да, да, да. То есть, если ты как бы будешь ждать его падения внутрь корзинки, то он просто элементарно, можно сказать, в этой корзинке и останется. Поэтому все-таки активное, резкое, выбивающее движение жесткими пальцами, жесткими локтями и жесткими плечами. Ну и, собственно, если говорить уже о приеме мяча сверху, ну, в рамках самой игры, то мы с тобой говорили про то, что там пот, не пот. Всегда стоит страховать принимающего... Всегда стоит страховать того человека, который принимает сверху. Условно, я стою в пятой зоне, подает человек по линии. И за первые 9 метров полета мяча, то есть до сетки, игроку шестой зоны становится понятно, что принимать будет не он, что принимать будет игрок пятой зоны. Важно в этот момент не переставать работать. Тоже мы с тобой говорили о том, что любители... А, все, летит не в меня, но тогда я смотрю, как у тебя что, получится или не получится. Нет. Один принимает, второй двигается за ним. На самом деле у меня есть такая привычка. Если пересмотреть многие мои видео, будет заметно, что ребята, когда принимают меня по сторонам, а я в шесть нахожусь, я отхожу назад. И очень часто бывает, что... Но дело даже не в том, что я не уверен в них, а бывает, что они принимают, и у него мяч просто проскальзывает в пальцах. И я уже, если что, там поднимаю. Потому что кроме меня никто уже его не возьмет, потому что я являюсь ближайшим игроком в данном случае. Абсолютно. Это даже дело не в том, что не уверен в них. В этой ситуации просто мяч скользкий. Волейбол, как любой командный вид спорта, он основан на подстраховке. Да. Да. У тебя не получилось. При этом надо сделать буквально всего два шага. То есть он принимает, ты к нему повернулся. То есть если ты останешься к нему спиной стоять, тебе надо будет развернуться и бежать. Ладно, если большие залы не позволяют. Но когда маленький зал, ты уже хотя бы должен сделать шаг направления. Ну, принял, молодец. Конечно, конечно, конечно. Да это элементарно позволяет тебе оставаться в игре. Не выпадать куда-то, не выпадать куда-то. А даже при действии партнера ты все равно остаешься в игре. Ты чувствуешь ритм полета мяча, ты чувствуешь ритм этого розыгрыша. Тогда куда проще будет среагировать на какой-то там неожиданный отскок, ну, не будет неожиданных включений в игру. Если ты в игру включен всегда, то ты будешь. Да, и мне это тоже нравится, потому что на мне это положительно повлияло в том ключе, что я сейчас намного больше страхую. То есть даже там, где по сути не должна быть, ну, не нужна страховка, например, когда ребята атакуют, там двойной блок, я вижу двойной блок и все-таки сделаю дополнительный шаг, чтобы вдруг он все-таки сюда отскочит. Или тот, кто сидит снизу, успеет его просто вверх подбить, а я уже буду вторым, кто его, если что, подбил. Ну, это психологически важный момент. Всегда играть до конца. Да, всегда играть до конца. И вообще... Пока свистка не было, ты в игре. Однозначно. И вот это идти страховать любой мяч, даже зная, что один из 20 мячей реально отскочит, это психологически очень на твоих партнеров сказывается позитивно. Это уверенность. Это уверенность в одноклубниках, это уверенность в том, что любой мяч может быть доигран. И если говорить про атаку и там страховку от блока, ну, вот на этом примере разобраться, когда нападающий висит там, и он знает, что под ним сидит 5 человек, которые горящими глазами смотрят на этот мяч, да он немножко себя реально чуть более вольно чувствует, чуть более свободно чувствует, может где-то рискнуть, даже где-то, может быть, не самый очевидный мяч может рискнуть, зная, что там пятеро, может быть, не каждый мяч подстрахуют, но точно попытаются, и они точно к этому готовы. Поэтому на приеме это тоже важно соблюдать, особенно при приеме сверху, потому что есть риск того, что наши руки чуть-чуть разъедутся, наши пальцы потные, там элементарно наши пальцы недостаточно напряжены, и мяч проскакивает просто, так скажем, насквозь нашего принимающего. Будет классно, если в этот момент этот принимающий не опустив голову расстроится, а наоборот воодушевится, что вау, а из-за меня там этот мяч подбили. Поэтому всегда идти, страховать своего принимающего, который принимает сверху.